Ценности социологов различны. Из одних и тех же констатаций могут делаться разные совершенно практические выводы, поскольку эти практические выводы и рекомендации базируются не только на знании, повторяю, но и на ценностях политических, религиозных, нравственных, каких хотите. Но хочу подчеркнуть вот что, что в той мере, в какой социология остается самой собой, вот эта четвертая функция базируется на первых трех, а не наоборот. В отличие от нормативных всякого рода сфер культуры, знаний, таких как мораль, религия, логика или еще какие-то подобные вещи, социология сначала говорит, что есть, почему и что будет, а потом, что должно быть. В отличие от нормативных сфер, таких как право или мораль, которые говорят, что должно быть, независимо от того, что есть. Конечно, удельный вес каждой из этих функций в каждом исследовании различен. И ясно, что в каком-то исследовании может преобладать описание, в каком-то объяснение, в каком-то предсказание, каких-то функций в каком-то исследовании вообще может не быть. Это, я думаю, достаточно очевидно. До сих пор я говорил о том, что объединяет социологию с любыми науками, что делает ее, собственно, наукой, что делает ее родственной, в том числе и естественным наукам. Но социология – это наука гуманитарная, и поэтому она обладает определенной спецификой. Специфика эта, естественно, проистекает из специфики того объекта, который она изучает, то есть из особенностей социальной реальности. В чем особенность социологии как гуманитарной дисциплины? Первая особенность, и каждая из этих особенностей влияет на характер того знания, с которым мы имеем дело в социологии. Первая особенность состоит в том, что в социологии объект и субъект исследования в значительной мере совпадают. Можно сказать, что в каком-то смысле социология – это средство самопознания общества. И поэтому очевидно, что когда мы изучаем природный мир, мы изучаем нечто, чем сами не являемся, или во всяком случае наша познавательная установка такова. Мы изучаем многие объекты извне, в принципе, но даже и человека можно тоже извне изучать. Например, если речь идет о физиологии или медик, если он не будет рассматривать человека как объект, как нечто, что вне его, он никогда не сможет делать операции. Хирург, например, потому что он, если он настолько будет идентифицировать себя с тем, кого он режет, он никогда не сможет нормально работать. Для него человек должен выступать как нечто внешнее, как нечто, что представляет собой неважно какой объект внешний, чтобы можно было эффективно на него воздействовать. Но, тем не менее, если речь идет о науках, о человеке, о гуманитарных науках, повторяю, объекты, субъекты, исследования здесь совпадают в большой мере. Что отсюда следует? Каковы теоретико-познавательные, что ли, выводы? Отсюда следует, что тот самый здравый смысл, о котором я только что говорил, что к нему наука не сводится и сводиться не может, он в социологии играет чрезвычайно важную роль, я имею в виду и здравый смысл, и вообще обыденное знание в широком смыслу. Здравый смысл, как бы высшая степень, что ли, к сожалению, здравого смысла тут часто не хватает в обыденной жизни и в обыденном знании. Вот здравый смысл в социологии не только служит вспомогательным инструментом, часто он бывает и необходимым элементом, одним из важных элементов познания, важным инструментом познания, таким же, как и другие, собственно, научные средства. Более того, без перевода на язык обыденной жизни мы часто просто не можем включить социологическое знание ни на первых этапах исследования, ни потом, после его завершения, мы не можем вернуть это знание обществу, если у нас нет средств перевода языка науки на язык обыденной жизни. Отсюда же и другие очень важные субъективные, условно говоря, познавательные средства, такие как понимание, интроспекция, то есть контролируемое самонаблюдение, эмпатия, то есть в чувствовании, в переживании других людей. Все эти субъективные, условно говоря, средства имеют чрезвычайно важное значение. И эти субъективные средства тем более важны, что общество, социальная реальность, это, в общем, бесконечная, безграничная область знаков, символов, значений, смыслов. И когда мы говорим, что социальные явления влияют, оказывают влияние на человеческое поведение, то мы всегда должны понимать, что это влияние осуществляется, прежде всего, и только через механизмы значений. То есть, иначе говоря, социальные явления для человека не просто существуют и влияют, они для него значат. И через механизмы значений, повторяю, осуществляется социальное влияние, социальное воздействие, социальная коммуникация и так далее. Это, я думаю, достаточно ясно, не случайно, что я имею в виду. Здесь и естественные языки, язык, на котором мы говорим, и искусственные языки, начиная от языка математических символов, компьютерных языков, языка визуальных коммуникаций на вокзалах, в аэропортах, на улице, которые, которым мы пользуемся, иногда даже и не думая об этом. Это и язык гражданской символики. И, например, можно... Казалось бы, ну что такое, человек неподобающим образом ведет себя по отношению к какому-то куску материи, но его могут посадить в тюрьму, если он, если этот кусок материи представляет собой государственный флаг. Или люди платят миллион долларов за какой-то кусочек бумажки, если эта бумажка представляет собой ценную почтовую марку. И достаточно попади эта марка от какого-нибудь племени, там, мумба-юмба, и он выкинут в мусорную корзину, и гроша ломаного на нее не дадут. А тем не менее, этому кусочку бумажки приписывается значение большой ценности, и поэтому люди готовы платить такие огромные деньги. Или в Полинезии там есть ракушки, которые особенно ценятся, они прошли через многие руки, и это люди готовы жизнь отдать ради этой ракушки, и которые человеку другой культуры просто для него, опять же, ничего не значат. Или, например, язык жестов, когда, казалось бы, никакого языка особого нет, но если люди пожимают друг другу руки, это понятно, что за этим стоит. Хотя, казалось бы, чисто физически, если интерпретировать этот акт, то это две руки сблизились, соединились и разошлись. Или там один человек подмигнул другому. Значит, если они друзья, они могут это, мы понимаем, что это они в заговоре каком-то находятся, и они знают что-то, чего не знают другие. Но если кто-то подмигнет незнакомого человеку в метро, то его могут неправильно понять, решать, что это наглость, или это ненормальный такой человек, и так далее. Иначе говоря, одни и те же жесты в различных контекстах поведения по-разному интерпретируются. Не говоря уже о том, что эту ситуацию можно усложнить, если, допустим, один человек подмигнул другому, а третий увидел это и подмигнул первому, то тогда ситуация может усложниться еще больше. И тогда эти первые двое либо могут отвергнуть этого третьего и сделать вид, что они не видели, как он включается в их этот немой диалог, либо они его принимают в свою компанию, и уже трое, так сказать, знают что-то, чего не знают другие, и они вместе участвуют в некоем, условно говоря, таком заговоре и так далее. Вот не случайно, наверное, кассирер говорил, что человек – это животное символическое. И уберите символы и знаки из нашей жизни, и не будет социальной жизни. Даже животные, кстати, общаются с помощью знаков. Есть особая наука – зоосемиотика. И известно, что и птицы общаются с помощью знаков, и пчелы, и дельфины, и кто хотите. Эти знаки могут быть акустическими, они могут быть визуальными, они могут быть химическими, потому что они выпускают иногда определенные запахи и так далее. Короче, но важный здесь момент состоит в том, что люди сами создают свои знаки, в то время как вот эти знаковые средства коммуникации, в то время как животные, они берут их в готовом виде, эти знаковые средства. Вторая особенность, которая влияет на то, что социология отличается от естественных наук, состоит в том, что социальная реальность – это одно из проявлений человеческого существования. А раз так, то это сфера свободы. Это сфера свободы. Это значит, что как бы ни были жестко детерминированы наше поведение, как бы жестко ни были детерминированы социальные условия, социальные обстоятельства, сами эти обстоятельства – результат выборов и проектов, как тех, которые были сделаны раньше, так и тех, которые делаются каждый день. Выборов и проектов, которые осуществляются и индивидуально, и коллективно. Как говорил французский философ Анри Бергсон, а я очень рекомендую его, прочитать его книжку, которую мне посчастливилось перевести на русский язык с комментариями и послесловиями, и которая называется «Два источника морали и религии», хотя она непосредственно, скорее, не социологическая, а социально-философская, но она для социологии, на мой взгляд, имеет очень важное значение. Так вот, как говорил Анри Бергсон, свобода – это факт, и всех точных, достоверных и научно установленных фактов – это самый достоверный и научно установленный факт. Можно, конечно, стремиться уходить от своей свободы, но и впоследствии бывают соответствующие. Отсюда и ответственность. Мы не можем, конечно, отвечать за какие-то природные катаклизмы, которые от нас не зависят, хотя сейчас все больше многие природные катаклизмы рассматриваются как результат техногенной сферы, деятельности человека, в частности, землетрясения, некоторые иногда ураганы и так далее. Но, тем не менее, есть такие вещи, на которые мы влиять не можем. Но все-таки все, что происходит с людьми, они за это отвечают. И хотя есть такая ходячая фраза, что история не знает сослагательного наклонения, это абсолютно ложное, на самом деле, мнение. Оно верно только в одном отношении, что что было, то было, и былого не вернешь, так сказать. И нечего уже предаваться ломентациям по этому поводу. Но оно абсолютно ложное в том смысле, что вся история только и состоит из сослагательных наклонений. Потому что каждый день мы выбираем, и наши предки выбирали, и мы выбираем. И тот мир, в котором будут жить наши потомки, это будет мир, выбранный нами, индивидуальный, коллективный. Поэтому те часто стянания, которые мы сегодня слышим, на тему о том, что с нами сделали, что с нами сделали, значит, это смешно слушать. И это говорит о высоком уровне инфантилизма нашего общества, которое пока не доросло до представления о том, что общество представляет собой то, что оно само, люди, с собой сделали. И то, что позволили с собой сделать. И не более того, если только речь идет о каких-то детишках, конечно, неразумных, которые еще не достигли уровня какой-то зрелости, тогда, конечно, можно сказать. Но если речь идет о зрелом обществе, то оно такой вопрос не может ставить перед собой, что с нами сделали. Если речь идет о взрослых и отвечающих за свое поведение людям. Поэтому здесь такая атрибуция ответственности, она человек так устроен, что ему всегда хочется думать, что во всем плохом виноват нехороший дядя, а вот если что хорошее, это я сам, это я молодец, вот смотрите, какой я хороший. Значит, такое, такого не бывает. И хорошее, и плохое, это все результат нашей деятельности. И поиски либо доброго, либо злого дяди, это признак, повторяю, инфантилизма, социального инфантилизма, который, к сожалению, еще пока довольно распространен. Что следует из того, что я сейчас сказал, что социальная реальность, учитывая вот эту, ее гораздо большую степень свободы поведенческой, и на основании, кстати, которой многие отрицали возможность существования социологии как науки, подчеркивая фактор свободы воли, но я хочу же, что свобода и свобода воли, это не одно и то же. Отрицали еще сто лет назад, и сейчас отрицают на этом основании возможность существования социологии как науки. В самом деле, человек захотел, пошел пообедать, захотел, мне пошел пообедать, захотел, там пошел погулять, захотел, остался на месте, ну и так далее. Как может быть наука, какая может быть наука о таком непредсказуемом объекте? Но это отдельный разговор. Но тем не менее, остается фактом, что социальная реальность обладает гораздо большей степенью неопределенности, изменчивости, чем природная реальность. Это всегда область выбора между различными альтернативами развития. Отсюда следует и гораздо более высокая степень неточности, условно говоря, или гораздо менее высокая степень точности социологического знания. Отсюда и более высокая степень непредсказуемости поведения тех объектов, которые изучает социология. А попытки предсказать делают эту реальность еще более непредсказуемой. Частно. Вследствие известных эффектов так называемого самосбывающегося пророчества и саморазрушающегося пророчества. Я думаю, вы слышали об этом. Самосбывающееся пророчество – это такое предсказание, которое вызывает к жизни то, чего не было бы, если бы этого предсказания не было. Некоторые, кстати, моду объясняют модные изменения таким образом, как эффект самосбывающегося пророчества, хотя это целиком объяснить невозможно, смену мод. Я думаю, это понятно. Ну а саморазрушающееся пророчество, наоборот, вполне обоснованный прогноз. Как раз вследствие того, что он был сформулирован, высказан, благодаря тому, что он становится известным, не сдувается вследствие принятия определенных решений в специальном, групповом или как вам хотите масштабе. Но это пример простой. Допустим, человеку сказали, что если он сегодня будет переходить улицу в 5 часов вечера на углу Правосоюзной улицы и улицы Красикова, то его сойдет машина. И он действительно собирался там в 5 часов вечера переходить. Ему нужно было там куда-то в определенное место в определенное время. Когда он это узнал, что он сделает? Он просто не пойдет туда. В результате прогноз, казалось бы, вполне обоснованный провалился. Так может происходить и не только с индивидом, но и с группами, со всякого рода социальными образованиями различного масштаба, нечто подобное. Вот в этой неточности заключена и сила, и слабость социологии. Слабость, конечно, очевидна, она состоит в том, что социологическое знание, как и любое, стремится и должно стремиться к точности. А сила состоит в том, что расширяется диапазон тех познавательных средств, которые социология может привлекать в процессе познания своих объектов. Что это за средства? Помимо тех субъективных средств, о которых я только что говорил, а именно обыденное знание, понимание, эмпатия, интроспекция, сюда включаются и художественные средства познания. И не случайно американский социолог Чарльз Кули называл социологию художественной наукой. А Райт Милл в своей известной книге призывал включать социологическое воображение, но это отдельный разговор. Часто используются в социологии и такие методы, как ирония, метафора и так далее. Публицистическая социология имеет важное значение, социологическая публицистика имеет важное значение в социологии. И вообще надо помнить, что точность знания и достоверность знания – это разные вещи. Об этом Конт еще писал. Знание может быть точным, но недостоверным, и достоверным, но неточным. Поэтому здесь само то, что было бы, можно сказать, что сверхточное знание такой неточной реальности, таковой является социальная реальность, было бы в какой-то мере ее искажением. Поэтому мы и в социологии имеем дело часто с такой ситуацией, когда социологическая публицистика ближе к реальности и дает более адекватное знание о ней, чем собственно социология. Например, вот в 60-е и 70-е годы часто серьезные социологические проблемы по-настоящему ставила не социология, собственно, академическая, но публицистика, в частности в литературной газете были поставлены очень многие по-настоящему социальные проблемы, которые социологи просто боялись трогать. И пока профессиональные социологи изучали какие-то псевдопроблемы вроде эффективности социалистического соревнования или там как лучше построить идеологическую работу, чтобы граждане, так сказать, лучше трудились ради непонятных им целей, значит, литературная газета поставила многие социальные проблемы, по-настоящему серьезные, которые привели к принятию определенных решений в рамках тех возможностей, которые тогда были. Отсюда и то, что, например, ирония часто служит не только средством вызвать смерть, но и служит средством получения нового знания. Например, законы Паркинсона или принца Питера, Питера Лоуренса, Лоуренса Питера, может быть, вы читали, это не просто какие-то байки, а это по-настоящему анализ бюрократических организаций, выполненный на достаточно серьезном уровне, где ирония выступает как метод исследования. Я при случае, может, тоже прочитаю тут некоторые вещи, которые я тоже сделал в этом жанре на одном из последующих занятий. Отсюда, кстати, и классический старый, еще этот метод применялся тогда, когда и социологии еще не было. Например, в персидских письмах Монтеске или у Бернарда Мандевилля «Басня о пчелах» с замечательным подзаголовком «Пороки частных лиц, благо для общества» или «Похвала глупости» Эразма Роттердамского и так далее. Теперь я перехожу к следующей группе критериев социологического знания, которые позволяют нам включать его в историю социологии. Это этические критерии, этические, по слову «этика». В каждой области профессиональной деятельности есть своя этика, то есть некоторый набор правил, норм, ценностей, которые регулируют эту деятельность. Это относится и к науке, это относится и к социологии в частности. О чем идет речь? Речь идет о том, что когда мы имеем дело с подлинно социологическим знанием, то установка на познание как таковое занимает в этой деятельности главное место. Вы можете сказать, что на поведение социолога влияют ценности, которым он привержен, будь то политические, религиозные, нравственные или еще какие-то. И поэтому они могут вторгаться в его познавательную деятельность как бы бессознательно. Но есть способ, к которому, в общем, к классике часто прибегали, хотя и далеко не всегда, но тем не менее в чистом виде мы знаем, что это существует. И способ все-таки от этого уберечься или хотя полностью избежать влияния этих ценностей невозможно, но минимизировать это влияние можно. И способ этой минимизации состоит в том, чтобы постоянно отделять свои ценности религиозные, нравственные, политические или еще какие-то от собственно познавательных. установка на познание как таковое, когда познание выступает как высшая ценность, это и есть подлинно социологическая этика. И если ученый подменяет одну этику другой, то каким бы ни были его добродетели, как бы он на какие бы благородные цели он не был ориентирован, если эта цель выходит за рамки познания, это значит, за рамки познавательных ценностей, это значит, что он подменяет одну этику другой незаметно и выступая реально в роли моралиста или проповедника, он выдает себя за социолога, а это уже плохо. Поэтому, как говорил Макс Вебер, в науке нет места никакой добродетели, кроме одной простой интеллектуальной честности. Если же человек хочет, говорил Вебер, если ученый хочет заниматься проповедями или там политикой, выступать в роли пророка, то он должен выйти на улицу и там этим заниматься. А в аудитории, в лаборатории, так сказать, есть место только в поиску истины и в этом критерии социологического знания. Ну и, наконец, четвертая группа критериев социологического знания – это институционально-организационные критерии. По ним мы тоже можем узнать социологию, так сказать, и включать ее, и это реально так и происходит, в историю социологии. Как мы знаем, наука – это не только собственно познавательная деятельность, но и определенные рамки этого познания, рамки институциональные, рамки организационные. Иначе говоря, сюда входят и определенные научные организации, факультеты, журналы, научные сообщества, симпозиумы, конгрессы и так далее. Все это тоже входит в здание научного познания, так сказать, и это тоже критерий, по которым мы определяем социологию и через который, если угодно, социология познает сама себя. Вот все эти группы критериев, о которых я сейчас говорил, они занимают важное место в истории социологии. И, собственно говоря, я постарался историю социологии под этим углом зрения всю идеи строить. Под углом зрения того, чтобы различать из истории мыслей все эти критерии, хотя ясно, что в истории социологии много чего было и были всякого рода, даже внутри социологии если угодно, антисоциологические течения. И мы их тоже изучаем. Но это тоже для того, чтобы извлечь свое рода социологический урок. Допустим, мы определили, что есть социология, но не все, что было в социологии, можно включить в историю социологии. И не все нужно, и не все возможно. Значит, остается еще проблема критерием отбора того, что включать в историю социологии и в каких случаях социологические факты становятся историко-социологическими фактами. Как отбирать те формы знания, определенные формы знания для включения их в историю социологии. Существует такой подход к истории социологии, когда она выступает не как самоцель, а только как средство построения собственной теории автора. И тогда эта история используется как бы под предлогом истории, как говорят французы, под предлогом истории. Например, и это вполне законная такая процедура, правомерная. Если мы возьмем, например, известную классическую работу Толка до Парсонса 1937 года, его книгу «Структура социального действия», то Парсонс производит определенного рода препарирование теории четырех авторов, а именно Тюргейма, Вебера, Паретта и Маршалла, и анализирует их под углом зрения того, как следует переходить, и как у них вроде бы это происходило в их теориях, от так называемой позитивистской теории действия к волюнтаристической теории действия. И у каждого из этих аналитиков он обнаруживает вот этот переход от одной теории к другой, он анализирует их тексты и в конце доказывает, что вот с помощью анализа этих классиков доказывает, что волюнтаристическая теория действия, условно говоря, лучше и сам ее формулирует, опираясь на эти тексты. Здесь история социологии служит средством построения собственно Парсонсовской теории. Но такого рода подход все-таки нужно иметь в виду, это все-таки не есть история социологии в собственном смысле, а это есть скорее проекция одной теории на историю социологической мысли или, как бывает в других случаях, проекция той теории, которая автору кажется предпочтительной. И тогда он говорит, вот эта теория и есть истинная социология. И я буду всю историю мысли анализировать под углом зрения того, соответствует это этому стандарту или нет. А все, что не соответствует, это не социология, и я вообще не буду это рассматривать. Такой подход чреват тем, что значительная часть истории социологии выпадет из знания историко-социологического и будет совершена ошибка, которая на латыни называется пас про тото, то есть часть за целые. Часть истории социологии будет выдана за всю историю социологии. Поскольку, повторяю, будет избран некий жесткий теоретический стандарт, и все, что не соответствует этому стандарту, под этим стандартом понимается теория либо самого историка социологии, либо теория, которая ему кажется правильной, предпочтительной, истинной и так далее, и он потом проецирует вот эту любимую свою теорию на всю историю мысли, отсекая все, что не соответствует этому стандарту. Вот это вот, повторяю, чревато вот такими опасностями. Как же быть все-таки? С одной стороны, включить все в историю социологии невозможно и не нужно, а с другой стороны, какие-то ориентиры все же нужны. В общем виде, мы все с вами можем согласиться с тем, что для того, чтобы что-то включать, а что-то исключать, нужно ориентироваться на некоторые, на то, что то, что важно, то нужно оставить, то, что существенно, а то, что не существенно, нужно отбросить. Но тогда возникает вопрос о том, а каковы же критерии этой существенности, важности и тому подобное. понятное, что невозможно обойтись без ориентации на какие-то общепризнанные теоретические представления. Я сейчас, собственно, о них и говорил, когда говорил о критериях социологического знания. Но этого недостаточно. И все-таки такими ориентирами, как часто сегодня, а иногда может и слишком часто принято говорить об этом, речь идет о парадигмах. Вот парадигмы могут служить такими ориентирами, которые позволяют нам что-то включать в историю социологической мысли, а что-то не включать в историю социологии. Что такое парадигма? Слово парадигма, надо сказать, было довольно давно в научном обороте, но оно дремало тихо до поры до времени. И в русской литературе тоже оно присутствовало в начале века. И причем, что характерно, использовалось в мужском роде, как оно, собственно, по-французски это слово тоже мужского рода. И использовалось в начале века в российской науке, как парадигм. В частности, известный историк социологии Гекторский Евгений Васильевич использовал его. Кун. Но оживление интереса к этому понятию связано с известной книгой американского социолога науки Томаса Куна, автора книги «Структура научных революций». И вот эта книга Куна тоже произвела своего рода революцию в социологии и науке. В этой книге Кун определяет парадигму следующим образом. «Парадигмы» это, как пишет Кун, признанные всеми научные достижения, которые в течение определенного времени дают модель постановке проблемы и их решений научному сообществу. Повторяю, это признанные всеми научные достижения, которые в течение определенного времени дают модель постановки проблемы и их решения научному сообществу. Собственно, парадигмы позволяют нам отличать главное от второстепенного и включать что-то в историю социологии, а что-то не включать. Парадигмы позволяют нам не осуществлять периодизацию истории социологии. Конечно, в социологии в большей степени, чем в других науках, существует такое явление, как деление на школы, дебаты, дискуссии и всякого рода расхождения между представителями научного сообщества. И выражение «Сколько людей, столько и мнений» для социологии тоже характерно, и можно было бы его перефразировать как «Сколько социологов, столько и социологических мнений». Но тем не менее, я хочу подчеркнуть, что несмотря на все разнообразие школ, направлений и так далее, все-таки есть нечто, что объединяет научное сообщество, что позволяет ему говорить на одном языке, и что, собственно, и делает его научным сообществом. Это и как раз и есть парадигмы. Конечно, в социологии могут сосуществовать 2-3 парадигмы, но, правда, мои коллеги некоторые чересчур увлекаются в этом отношении. И приезжал недавно известный американский социолог Джордж Ритцер, автор книги «Социология. Мультипарадигмальная наука». Наши коллеги у нас здесь, в институте, тоже говорят о том, что социология более парадигмальная наука. Я лично с этим не совсем согласен, потому что, когда мы говорим, что парадигм много, это значит, что нет ни одной, по сути, дела. И как это часто бывает в науке, ученые, увлекаясь чересчур, забывают о том, с чего они начали. И постепенно слово «парадигма» стало уподобляться уже термином «школа», «направление», «течение» и так далее. А это не то же самое. Парадигма – это есть некоторые базовые представления, которые объединяют представителей разных школ, разных направлений. И поэтому, повторяю, хотя парадигмы может быть там некое множество, небольшое, они могут между собой конкурировать, синхронно сосуществовать, но до определенного предела. Если парадигм уже много, повторяю, это значит, что нет ни одной. И на самом деле нужно посмотреть, идет ли речь о конкуренции парадигм или просто о конкуренции некоторых школ, которые иногда просто изучают разные стороны одних и тех же объектов и таким образом друг друга дополняют. Ну и кроме того, нужно иметь в виду, что чем дальше от нас во времени то или иное знание или тот или иной теоретик, тем более бесспорным часто выглядит его парадигмальный или парадигматический статус. Что я имею в виду? Ну прошло там сто лет уже ясно, что когда-то жутко полемизировавшие между собой социологи на самом деле не так сильно между собой различались, как это им самим казалось. На самом деле они часто были втянуты в обсуждение одних и тех же проблем, они часто говорили на самом деле на одном и том же языке, но иногда они дополняли друг друга на самом деле там, где им. Мне казалось, что их взгляды не совместимы и так далее. Ну а чем ближе к нам по времени тот или иной вид знания или тот или иной ученый, тем менее очевиден или ясен его парадигматический статус, если вообще такой существует. Поэтому всегда современникам кажется, что мир очень пестр. Когда проходит 200 лет, все укладывается потихоньку и с высоты нашего времени, при возможности ретроспективного взгляда на события, которые происходили когда-то, мы имеем возможность уже более ясно понять, где истинная парадигма, а где нет. А где просто школа направления или еще что-то в этом роде, или как та или иная школа вписана, включена в ту или иную парадигму. Но тем не менее парадигмы это наши ориентиры и благодаря им мы можем каким-то образом упорядочивать то безбрежное море социологических знаний, которые существуют перед взглядом историко-социологии. При этом нужно иметь в виду, что парадигмы дают нам представление о каркасе только социологического знания. Но как и во всякой истории, в истории науки и социологии в частности, нам важно часто знать не только важное, нам иногда важно знать какие-то детали, штрихи, может быть, которые нам сегодня кажутся второстепенными. И это важно хотя бы потому, что смена парадигм никогда не осуществляется одномоментно. Она часто начинается с небольших изменений в деталях. Потому что как и в концепции иконы это выглядит, собственно, парадигматическая или научная революция начинается с того, что накапливается определенный объем фактов, которые не укладываются, не согласуются со старой парадигмой, постепенно эта критическая масса нарастает и парадигма сменяется в другой. Поскольку это наступает не сразу, то когда мы фиксируем внимание на каких-то деталях, это может быть очень важно. И как во всякой истории нас часто может, даже если это абсолютно ложный путь, и мы знаем, что он ложный, он для нас может играть роль урока, поучительного урока. И нам бывает очень полезно и поучительно рассмотреть и тупики человеческой мысли. Их мы тоже часто интересно, поучительно и важно изучать. Поэтому, как я повторяю в любой истории, нам важно не только повторяемое, но и неповторимое, не только характерное, но и специфическое, не только универсальное, но и уникальное. Все это тоже для историко-социологии и для социологии вообще может играть стимулирующую роль, роль эвристическую, позволяющую находить новое знание. Теперь я остановлюсь на вопросе о том, какое же значение все-таки для социологии имеет ее история. Я хочу, да, еще один важный момент. Как история социологии изучает, с одной стороны, научные революции, о которых я говорил, всякого рода инновации научные, но в то же время она изучает и процессы традиционализации научного знания. И это тоже очень важно, потому что традиционализация научного знания – чрезвычайно важный процесс, благодаря которому возникает такой феномен, как классика. Особенно, что такое классика в науке? Это, на мой взгляд, это традиционализированное знание, знание, которое становится традицией. И это позволяет нам отличать классику от неклассики. И хотя сейчас есть такие смешные утверждения, вы можете их встретить, что, допустим, вот такой-то социолог был классиком, а вот этот его современник, которым мы также изучаем, он занимает, у него было не классическое мышление. А почему, собственно говоря? Они оба классики в той или в одинаковой мере, и приписывать содержательный статус каким-то формам знания, говорить, вот это классическое, хотя оно было 20 лет назад, а тот 200 лет назад, у него, значит, научное знание было не классическое. Потому что этот историк конструирует некий эталон классичности, и все, что попадает, значит, в этот эталон, он приписывает ему классический статус. А тому, что не соответствует, приписывает статус неклассический, потом сейчас появилось выражение «пост неклассическая наука». Я думаю, что это не всегда удачные такие упражнения. В принципе, как и в искусстве, здесь есть некое сходство. Классическое – это традиционализированное знание, а внутри него могут быть самые разные формы познавательные, которые могут, опять-таки, конкурировать, могут кооперировать, как хотите. История социологии изучает и процессы, значит, как я уже сказал, инновации, и процессы интрадиционализации научного знания. Она изучает и процессы конкуренции, и процессы конвергенции научных знаний, теорий и так далее. Важное значение имеет для истории социологии изучение социальных факторов социологического познания. Я думаю, здесь нет нужды специально доказывать, что на социолога прошлого, как и на социолога сегодняшнего, влияют всякого рода социальные факторы, его социальная принадлежность, его ценностные ориентации и так далее. Все это важно знать для того, чтобы понять истинное значение тех или иных знаний прошлого. Поэтому история социологии тесно переплетается, сотрудничает и где-то совпадает отчасти с такими дисциплинами, как социология социологии и социология социологического познания. Я надеюсь, через месяц выйдет книжка у меня о восприятии Дюргейма в России, которая так и называется «Дюргейм в России». И там я попытался рассмотреть как раз процесс рецепции дюргеймовских идей в российской социальной мысли в значительной мере под углом зрения этих, вот помимо историко-социологического взгляда, с позиции, вот насколько это было возможно, этих двух дисциплин. То есть социологии социологического познания и социологии социологии. И думаю, что будущее за таким взаимодействием этих дисциплин. История социологии, социологии социологии, социологии социологии социологического познания. Собственно, это можно считать, что это одно и то же. Дело не в межевых столбах, а в сути. Важно, конечно, и изучение личности социологического классика, так сказать. Здесь важно для того, чтобы понять какую-то теорию, метод и так далее, важно знать, что за личность, личность творца науки, она чрезвычайно важна. И поэтому всякого рода психологические особенности тех или иных ученых тоже играют свою роль. Конечно, понятно, что на первом месте должна быть логика самого познавательного процесса, а не анекдоты из жизни великих социологов. Хотя это часто студенты, больше всего студентов вы привлекаете. Я помню, что ко мне однажды подошел после лекции один студент и говорит, вы бы побольше рассказывали про всякие обстоятельства семейной жизни, и поменьше бы этих теорий, насколько бы веселей был наш курс. Я с ним согласен, но проблема в том, что для истории социологии все-таки на первом месте должны быть знания, само социологическое знание, его эволюция, его трансформация и так далее, а не вот эти факторы. Но, тем не менее, повторяю, если мы совсем не будем знать всего комплекса факторов, которые связаны с личностью ученого, мы лишим себя очень многого в процессе, если мы стремимся понять его теорию, его взгляды, нам нужно знать все-таки и личность того, кто эти взгляды высказывал, выражал. В целом, можно сказать, вообще в науковедении существует представление о внутренаучных и о вненаучных факторах развития научного знания. История социологии, как я только что пытался показать, изучает и те, и другие. Хотя на первом месте, повторяю, конечно, должны быть внутренаучные факторы. Теперь я обращусь вот к вопросу о том, каково же значение для социологии ее истории. И почему оно важнее для социологии, чем, допустим, для физики. Дело в том, что в социологии, как и в любой гуманитарной науке, новое совсем не вытесняется, извините, старое совсем не вытесняется новым. И в этом отношении гуманитарная наука каковой и социология, в частности, близка к искусству. Точно так же, как мы не можем сказать, что, допустим, Пикассо выше Рафаэля, и Чехов глубже, чем Шекспир и так далее, точно так же и в социологии. Мы не можем сказать, что какие-то знания, которые получены позже, пусть уже они могут там учитывать опыт предыдущих социологов, социальных институтов, мы не можем сказать, что они выше их. И мы не можем выстроить эти знания просто на какой-то эволюционной такой лестнице достижений, где более высокая ступенька, где можно расположить социологов на неких ступенях единой эволюционной лестнице социологического познания. Можно сказать, что ничто значительное в социологии не умирает, даже если это было 2000 лет назад, и даже если эти взгляды были высказаны тогда, когда собственной социологии еще не было. Например, такие вещи, которые, в общем, давным-давно были сформулированы, как, например, типология политических режимов Аристотеля, или теория разделения властей Монтеске, или и типология, кстати, форм правления Монтеске, и многие другие вещи, они, хотя и были очень давно сформулированы, они вообще никогда не выпадали, в каком-то смысле, из актуального научного оборота. И здесь можно сказать, что какие-то знания, методы, подходы, теории, факты, они могут уходить в тень на какое-то время, поскольку научное внимание, как и внимание отдельного индивида, имеет определенное поле, оно не безгранично. И в поле актуального внимания есть некий количественный предел, дальше которого внимание распространяться не может. Это поле ограничено. Многое в данный момент выпадает из этого поля, но это не значит, что оно выпало навсегда. Оно может уходить в тень, оно может впадать в некий сон, или даже в литургический сон, если позволите на такое сравнение. Но потом проходит какое-то время, и, казалось бы, навсегда забытые, исчезнувшие из науки подходы и методы, и теории, вновь возвращаются в актуальный научный оборот. Поэтому историю социологии, можно ее сравнить тоже со свой родом прожектором, который в этой огромной кладовой, которая называется социологическое знание всех времен и народов, высвечивает то одно, то другое, оставляя в тени что-то. Но это не значит, что завтра луч этого прожектора не упадет еще на что-то, чего раньше не замечали. Иначе говоря, ничто по-настоящему ценное навсегда не выпадает из научного оборота, оно обязательно возвращается в него. Приведу пример. В свое время, характерно в этом смысле судьба наследия Герберта Спенсера, Спенсер был самым популярным социологом своего времени. И достаточно сказать, что на втором году присуждение Нобелевских премий он был выдвинут на соискание Нобелевской премии 902 года по литературе. И хотя премию ему не дали, а в тот год премию получил известный немецкий историк, античник Теодор Монзен, дедушка известного тоже социолога немецкого современного Вольденга Монзена, специалиста по Максу Вейберу, который приезжал, кстати, к нам, и редактора 30-томного собрания сочинений Макса Вейбера в Германии. Так вот, ну, конечно, внука с дедом нельзя сравнивать, тот был просто выдающийся античник, и его книги до сих пор у нас даже в России переиздаются, история Рима в частности. Так вот, но сам факт выдвижения, хоть ему, повторяю, не дали Нобелевской премии, но сам факт выдвижения характерен, и с тех пор ни одного, повторяясь, социолога так и не выдвигали. Правда, он был философом, и философы получали премии, и Анри Бергсон тот же получил, и писатели-философы такие, как Сартер, там, Каню, получали, ну, чистый философ один Бергсон до сих пор, с 1927 года так ни одного чистого философа, ну, и это и не было. Но я это к тому, что Спенсер по-настоящему был властителем социологических дум, так сказать, своего времени. Многие классики были обязаны ему гораздо большим, чем сами признавали. Например, Дюргейм, я думаю, был обязан ему больше, чем сам признавал, но, впрочем, это простительно. В конце концов, классики иногда вообще друг друга ненавидели, но тут он все-таки признавал. Известно, что Толстой не любил Шекспира, а Шостакович не любил Моцарта, но это нормально. Но достаточно сказать, что Спенсеру тиражи его книг были не сопоставиме велики по сравнению со всеми другими. Вообще, Спенсеру я буду об этом говорить специально. Социология в каком-то смысле обязана своим вторым рождением, а может, даже и первым. Но несмотря... И он был самым популярным, повторяю, социологами на рубеже веков и вплоть до десятых годов, наверное, 20 века. Но потом времена изменились, и тот же Парсенс в книге, которую я уже упоминал, 37-го года «Структура социального действия», вначале написал книги. Кто нынче читает Спенсера? Спенсер мертв, сказал, написал Парсенс. И таким образом, значит, он его похоронил. И так и было. О нем мало кто вспоминал довольно долго. Его считали таким усталевшим. Это был какой-то анахронизм интеллектуальный. Но потом времена изменились, и наступили уже 70-е, 60-е годы и дальше. В связи с утверждением неоэволюционизма и с некоторыми другими тенденциями было осознано все-таки, что социология обязана Спенсеру своими ключевыми понятиями, такими как структура, функция, институт и так далее. И, собственно, до того, как возникла общая теория систем, фон Берталанфи, собственно, именно Спенсер ее, по сути, применял в социологии. На какого участка у нас пара? 50-50. А, отлично. Так вот, и Спенсер вновь вернулся. И было и сегодня признано, какова же истинная роль Спенсера. И его начали понимать глубже, чем и многие его поклонники, и противники, которые представляли его как такого жестокого и тупоголового, такого социального дарвиниста, который якобы говорил, что все слабые там должны помереть, а сильные, наверное, процветать. И ничего подобного, конечно, у него в комедии не было. Но осознание по-настоящему подлинного вклада Спенсера, оно продолжается. И не просто осознание, а он продолжает оказывать влияние на современную социологию. Итак, я хочу сказать, что, повторяюсь, ничто ценное в истории социологии, ничто не пропадает. И если я вначале говорил о том, что представление о том, что есть история социологии, определяется тем, как представляется сама социология, то и противоположное утверждение верно. Социология зависит от того, ее современное состояние, как осмыслена ее история. И поэтому многие знания, которые были накоплены в истории социологии, они продолжают играть евристическую роль. То есть, иными словами, они и стимулируют современное мышление, оно и позволяет получать новые знания. И выражение Байрона о том, что прошлое – это лучший пророк будущего, оно важно и для социологии, как науки. Я думаю, что история для любой науки, а для социологии особенно, это ее коллективная память, это ее средство поддержания, ее коллективного самосознания. Уберем эту коллективную память, и даже как если у отдельного человека память отшибет, он перестанет существовать как личность, так и в истории социологии, так и в социологии, если представить себе, что ее коллективная память этой науки исчезнет, то можно сказать, что исчезнет и сама наука, и ей придется начать все сначала. И не случайно я взял в качестве эпиграфа к своей книжке по истории социологии слова Квинтияна, римского юриста, который говорил, что не знать, что было до того, как ты родился, значит оставаться всю жизнь ребенком. И, конечно, хорошо сохранять свежее восприятие, сохранять некоторые детские черты всю жизнь, но если речь идет о каком-то виде профессиональной деятельности, то быть ребенком в своей профессии значит быть плохим профессионалом. И здесь детскость, никак выражаясь, неуместна. Английский философ Майтхед говорил, что наука, которая не решается забыть своих основателей, погибла. И он был, конечно же, прав, потому что наука, как и любое творчество, предполагает создание нового, поиск нового знания, и это постоянно творчество по определению. И повторять старые, давно известные истины совершенно ни к чему. Здесь, опять-таки, правильно Гейми говорил, первый поэт, который сравнил женщину с цветком, был великим поэтом, второй, кто это сделал, был обыкновенным болваном. Так вот, конечно же, Уайтхед прав. Но Уайтхеда надо было бы дополнить и сказать, что наука, которая забыла своих основателей, тоже погибла. Потому что это означало бы, что она впала в детство, и ей нужно, повторяю, начинать все сначала и открывать то, что было давно открыто, и вообще вновь проходить тот путь, который был уже пройден. Это значило бы, что она погибла в прямом смысле слова. Поэтому история социологии, как я думаю, чем бы мы ни занимались, она для нас имеет такое существенное, стимулирующее евристическое значение. И вот на этом я, пожалуй, и закончу этот дифферамп в адрес истории социологии. Если у вас есть вопросы по предыдущему, то, пожалуйста, задавайте. Ну, а потом мы уже с вами перейдем, собственно, от разговора о том, что есть история социологии и чем она так хороша, собственно, к самой этой истории. Есть вопросы? Пожалуйста. Не совсем понятно. Когда мы говорили о критериях социологического знания, четыре группы выделяли, то во втором, по-моему, вы, когда эпистемологию рассматривали, говорили о том, что социологическое знание конструирует некий идеальный объект, идеальные образы, которые там посредством логики, дедукции, индукции, вернее, ну, так далее. А потом мы говорим о том, что средствами социологического знания, когда они расширяются, является юмор, там, ирония, да, и, соответственно, публицистические, социологические произведения, социальные, как бы, вот как здесь это согласовать? Ну, фактически, получается, любое произведение, например, публицистического характера, касающегося социального состояния, допустим, общества в данный момент, является некому смыслусь социологическим, да-да. Как мы отнесем это к социологии? То есть, какие из художественных произведений можно считать? Да, как вот так, Ну, а я могу вам сказать, что там, где вы улавливаете вот такого рода идеальные объекты, если угодно, они там тоже могут быть. Ясно, что там образная форма, присутствует, художественное познание все-таки это не научное познание. Публицистика может быть на грани, есть разная публицистика. Есть публицистика вполне паникейная, например, такой жанр, как почерк, он, в общем, близок, ведь, к некоторому, что сегодня часто говорят о качественных методах, это же часто взято из журналистики, собственно. Или возьмем метод бюджетных обследований, или плей, это тоже часто журналисты делают то же самое, что социологи. Другое дело, что степень доказательности может быть другой, но она разная, да, но тем не менее, трудно сказать иногда, не всякое художество, конечно, есть лирика, например, этот жанр не подходит сюда, но если речь идет о типологиях, например, если, есть же такая литература типологическая, если угодно, кто-то из, не помню, кто определял реализм в литературе как изображение типических характеров, типических обстоятельств, а чем это не социология? Я могу вам сказать, что и социология это изображение типических характеров, типических обстоятельств, и если кто скажет, что это не так, пусть бросит в меня камень, потому что это одним из определений социологии может быть и это. Поэтому Зависит от жанра. Не любая литература, понятное дело. Во-первых, важен жанр, важно направление, важны те приемы и методы, которые используются в этой литературе. Иногда они, повторяю, близки. Я, кстати, буду говорить об этом в следующий раз. В Бальзаха не случайно Энгельс приводил в качестве примера, но, например, иногда социология просто вторгается в литературу, иногда литература в социологию. Но вот в первой половине 19 века была мода на всякие физиологии. А как вы помните, одно из первых, и я буду об этом говорить в следующий раз, одно из первых названий социологии была социальная физика или социальная физиология, что раньше это, собственно, считалось одна и та же наука физиологии и физика. Так вот, была мода на физиологические описания тех или иных сторон жизни. И это делали писатели. Бальзах, вот я в книжке это цитирую, мы находим у него несколько видов физиологии. Физиология порезки бульваров, физиология туалета, физиология гастрономическая и так далее, где описывались, ну, то, что вот кейс-стадия называется, это попробуйте определить исследование случая, где кончается одно, где кончается другое. Поэтому, я думаю, что здесь часто, да, литература имеет дело с идеальными или идеализированными объектами. Если под ними понимать тип, а понятие типа, оно часто у Вебера идеального типа, мы будем говорить в свое время, и это тоже не случайно, они близки. Ну, можно ли тогда, опять же, я это совсем все равно понимают, как бы близкие дисциплины, там, да, и близкие области знания, как-то отождествия? Не, боже упаси, отождествия, не надо. Просто нужно иметь в виду, что одно иногда вторгается в другое и, если угодно, выполняет свою функцию. Но есть же диффузия каких-то элементов. Ничего страшного. Нет, это разное. Я же не говорю, что публицистика и социология – это одно и то же, или художественная литература и социология – это одно и то же. Нет. Просто важно иметь в виду, что они могут пересекаться где-то и быть очень озабоченным тем, где же поставить этот неживой столбик, а где они, не вторгаемся ли мы в другую область. Это не стоит делать. Также были и долго дебаты, иногда и сегодня, где кончается социология, начинается психология. Можно, но это придет философ, он может на эту тему построить теорию. Можно даже заняться специальным исследованием вопроса взаимодействия литературы и социологии или публицистики и социологии. Это интересная тема. Но не для того, чтобы постараться какие-то концептуальные, находить их несовместимости или что-нибудь в этом роде. Очевидно, что наука имеет дело с понятийным мышлением, а билетристика с художеством. Это понятно. Что публицистика, она менее строгая. Да, это так. Ну и что? Я не говорю, что одно совпадает с другим. Я говорю, что социология может использовать методы публицистики и широко их использует. И это происходит не только в том смысле, что какие-нибудь очеркисты выступают в роли социологов, как это реально бывало. Например, вот Рубинов в такой литературной газете написал книгу когда-то про престиж профессии на основании своего. Хотя он по профессии журналист. Многие социологи американские были журналистами, те же партии всякие, уайты и так далее. Ничего страшного. Но более того, важно то, что многие методы пришли в социологию даже в буквальном смысле из журналистики. Тоже интервью, например. Прямо в корпус внедряется. И сегодня. Но это нормально. Не будем так уж переживать. Из этнографии пришли некоторые методы. Ну давайте зададимся вопросом, где скончается социология, начинается этнография и так далее. В принципе, здесь нет проблемы. Мы, повторяю, осознаем, в чем особенности публицистики, в чем особенности социологии, как в ролике. Но надо понимать, что есть некая мечейная земля, на которую они все время заходят и друг в друга вторгаются. В эти сферы. А так, чтобы вот формулировки какие-то, они есть тоже, формулировки тоже есть. То концептуальное знание, опирающееся на определенные способы доказательства, есть и менее концептуальное, или если речь идет о публицистике, знание, которое может вносить вклад в первое, и наоборот. Так что здесь я не вижу особых проблем. Еще есть вопросы? Тогда всего вам хорошего, и до следующей среды. Счастливо.